В эфире программа Тема дня. Здравствуйте. Сегодня у нас в студии Наталья Кушнирова, заместитель начальника управления труда и занятости Республики Карелия. И говорить мы будем об охране труда и об ответственности работодателей и самих сотрудников. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, сколько сегодня в Карелии хозяйствующих субъектов и сколько работников в них работает? По данным Карелия Стат на 1 января текущего года на территории Республики осуществляет деятельность 16300 хозяйствующих субъектов, то есть предприятий и организаций. И в них работает порядка 220 тысяч работников. А всего занято в экономике в Республике Карелия в 2023 году было 245,5 тысяч наших граждан. И это на 0,8% больше, чем было в 2022 году. Вот у меня сразу был вопрос, больше или меньше стало. Каким основным документом регулируется важнейшая составляющая трудового процесса — это охрана труда? Какая ответственность в нем закреплена для сотрудников и для работодателей? Ну, документов таких, конечно, не один, их много. И первый, основной документ — это Конституция Российской Федерации. В статье 37 закреплены правовые основы регулирования отношений в области охраны труда между работниками и работодателями. И эта статья гласит, что каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Второй основной документ — это Трудовой кодекс. И вопросам охраны труда посвящен целый раздел, десятый раздел Трудового кодекса, в котором прописаны все основные правила, требования, обязанности по вопросам охраны труда. Кроме того, есть нормативные документы — это постановления правительства Российской Федерации, приказы Минтруда и других ведомств. И, конечно же, конкретные требования охраны труда прописаны в различного рода нормативных актах. Это и ГОСТы, это и санитарные, и строительные правила, различные инструкции, которые разрабатываются и вырабатываются уполномоченными органами. Как много всяких документов. Да, и в этих всех документах содержатся требования, которые обязательно должны выполняться. Это требования законодательства. И, естественно, за нарушение этих требований, за несоблюдение предусмотрена ответственность. Ответственность предусмотрена и для работодателя, и для работников. То есть для работников может быть эта ответственность дисциплинарная, материальная и даже уголовная. Но дисциплинарная — это замечания, выговоры и вплоть до расторжения Трудового договора, если работник допустил серьезные нарушения охраны труда, которые за собой повлекли какие-то несчастные случаи или аварии, или катастрофы и так далее. И работодатель в одностороннем порядке может с работником расторгнуть Трудовой договор по своей инициативе. Для работодателей также предусмотрена ответственность. Здесь уже предусмотрены штрафные санкции. То есть для микропредприятий и малых предприятий эти штрафные санкции составляют от 2 до 30 тысяч рублей. Для остальных предприятий — от 50 до 150 тысяч рублей. Ну и опять же, если на предприятии случился какой-то серьезный случай, серьезный уровень травматизма, смертельный случай, то может быть введена для работника, по вине которого это все случилось, и уголовная ответственность. Ну вот к этой теме мы чуть-чуть попозже вернемся. Сейчас немножко поконкретнее расскажите, как работодатели Карелии конкретно заводятся о своих сотрудниках. Может быть, приведете какой-то пример, где самые достойные соцпакеты существуют для молодежи, для работников с огромным стажем. Да, ну я думаю, что не секрет, и все знают, что у нас сейчас кадровый голод, что у нас все предприятия очень нуждаются в кадрах. И поэтому предприятия стараются сохранять те трудовые ресурсы, тот коллектив, тех работников, которые работают на предприятии, и стараются создавать хорошие условия, чтобы привлечь новых работников, то есть если им необходимо. Поэтому в целях закрепления кадров на рабочих местах и стабильной работы предприятий, конечно, работодатели стараются, кроме тех гарантий, которые предусмотрены законодательством, предусматривать дополнительные гарантии. И такие гарантии, кроме того, что они предусматривают в каких-то отдельных локальных актах, они еще закрепляются и в коллективных договорах, которые заключаются между представителями работников и работодателями на конкретном предприятии. И эти дополнительные гарантии могут быть различные. То есть это и оплата каких-то дополнительных медицинских услуг, это и компенсации, которые выплачиваются работникам, если они занимаются где-то спортом, да, то есть оплачиваются там фитнес-залы, бассейны, оплачиваются. А что премия к отпуску имеет к этому отношение? Ну, премия — это вообще выплата заработной платы, то есть одно из составляющих заработной платы. Ну, хорошо, назовем ее материальной помощью тогда. Вот материальные помощи различные могут быть, то есть не за работу, а кроме того, да, то есть материальная помощь, например, к профессиональному празднику или к юбилейной дате, или предоставляются какие-то, приобретаются, вернее, подарки, да, к Новому году для детей-сотрудников, предоставляются дополнительные дни отдыха. Например, на 1 сентября родителям, которые имеют детей, да, им предоставляется какой-то вот дополнительный день отдыха, то есть то, что не предусмотрено по закону, да, а коллективным договором может быть закреплено. И много-много вот таких различных мероприятий. И вот одним из ярких примеров именно заботы о своих сотрудниках, да, о предоставлении каких-то дополнительных гарантий у нас является Кондакорский целевозно-бумажный комбинат. У них работает молодежный совет на предприятии, они стимулируют работников на занятия спортом. У них вообще эта традиция идет еще с 1955 года, когда у них была первая спартакиада проведена на предприятии. И, соответственно, руководство предприятия всячески поддерживает и стимулирует занятия спортом. Потому что занятия спортом — это, опять же, здоровье, да, это уменьшение количества больничных листов, да, и хороший стабильно работающий коллектив. Вот именно про Кондакорский и ЦБК у нас есть сюжет вот на эту тему охраны труда. Давайте посмотрим и вернемся к разговору. Охрана труда на предприятии — это совокупность множества факторов производственной среды и трудового процесса. Перед началом профессионального пути на Кондакорском целевозно-бумажном комбинате новые сотрудники проходят обучение в кабинете вводного инструктажа. Есть на Кондакорском ЦБК и возможность тестирования в Ростехнадзоре по областям промышленной безопасности. В прошедшем году, в 2023 году, мы открыли класс, который позволяет проводить тестацию по вопросам промышленной безопасности с использованием единого портала тестирования. То есть это освобождает людей от необходимости выезжать для сдачи экзаменов в Ростехнадзор, в Петрозаводск, экономит время, более удобно работать. Статьи в корпоративной газете, брошюры и даже детские раскраски на тему производственной безопасности. На проходной размещен счетчик дней без травм, как дополнительная мотивация для сотрудников. А на стенах зданий комбината развешаны баннеры, как напоминание о том, что безопасность — основа всего. 2023 год был объявлен на Кондакорском ЦБК годом охраны труда. И именно в 2023-м там стартовал конкурс на лучшее подразделение по охране труда. Определили критерии, сообщили о конкурсе сотрудникам, и дело пошло. Итоги подводят ежеквартально. Мы сначала не задумывались, что это такое, как это есть. Просто жили своей жизнью нормально, правильно, как положено на производстве. Но вдруг в третьем квартале руководитель службы промышленной безопасности подошел и сказал, что вам остается там полшага до победы в конкурсе. Вот тут мы заинтересовались. Заинтересовались, подтянулись, так сказать, и одержали победу в четвертом квартале. Критериев, по которым нужно стать лучшими, немало. Основные — обеспеченность средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, их применение, отсутствие несчастных случаев, соблюдение правил безопасности, чистота на производстве, своевременность прохождения медосмотров. С этого года призом является денежная премия каждому сотруднику подразделения победителя, как дополнительный элемент мотивации. Автоматизация процессов также снижает риск травматизма на производстве. Мы ушли практически от ручного труда, облегчили труд женщинам. В автомате теперь нарезаются пачки, упаковываются автоматически. Раньше это вручную делали. Меньше рук в опасных местах, меньше люди находятся в опасных местах. То есть все же инструменты остались в закрытом доступе. В прошлом году также была запущена новая транспортно-упаковочная линия, оборудованная самыми современными устройствами безопасности. На Кондопорском ЦБК результатами года охраны труда в целом гордятся, но останавливаться на них не намерены. Здесь стремятся к нулевому травматизму, развивают культуру безопасного труда, осознанность действий и информированность. На 2024-й у предприятия большие планы, как по производительности, так и по безопасности. Давайте немножко вернемся к коллективным договорам. Вот эта история обязательная на предприятии или нет? Нет, эта история не обязательная. Это дело добровольное, что называется. И инициировать заключение коллективных договоров могут как работодатели, так и работники, представители работников. Законодательством, в частности, Трудовым кодексом прописана процедура, каким образом проводятся эти коллективные договоры и заключается коллективный договор. Управление труда и занятости осуществляет уведомительную регистрацию коллективных договоров, то есть они обязательно должны пройти. То есть мы смотрим эти коллективные договоры на предмет того, чтобы там не было условий, которые могут ухудшить условия работников. А такое бывает? Ну, такого бывает, но очень редко. Если такое есть, то, соответственно, мы такие замечания направляем в адрес предприятия, чтобы они устранили эти замечания, если они есть в коллективных договорах. И мы сообщаем об этом в Государственную инспекцию труда, потому что Государственная инспекция берет на контроль такие договоры. И если эти замечания не устранены, то, соответственно, они могут выйти на проверку и могут последовать какие-то санкции. То есть ухудшаться условия труда по сравнению с тем, что гарантировано законодательством, не может. Но могут улучшаться эти условия, да, и работодатели могут предоставлять дополнительные гарантии. И у нас на сегодняшний день в республике действует более 900 коллективных договоров. В прошлом году уведомительную регистрацию прошли 550 коллективных договоров и дополнений к ним. То есть коллективные договоры могут дополняться, изменяться, то есть прекращают свои действия продлеваться и так далее. Вообще коллективный договор заключается на срок до 3 лет, 3 года, и может… Потом обновляется. Да, либо обновляется, либо может продлеваться. И в прошлом году для того, чтобы привлечь внимание вот к практике заключения коллективных договоров, Управлением труда и занятости был организован конкурс на лучший коллективный договор. Это был впервые проведен у нас в республике такой конкурс. То есть стимулирует работодателей? Да, это и стимулирует работодателей, и инициирует работников для того, чтобы они обращались к работодателю и, соответственно, тоже предлагали заключить такой коллективный договор. Всего в конкурсе у нас приняло участие более 50 коллективных договоров было предоставлено, и проведен конкурс по 15 номинациям. То есть это организации в различных отраслях, чтобы, например, условно медицинские организации там не соревновались. Со строителями не соревновались. Да, да, да. Поэтому конкурс такой у нас состоялся. В торжественной обстановке были подведены итоги и награждены победители. И среди победителей у нас были такие предприятия, как ПКС «Водоканал», «Сегежская упаковка», Медвежегорская центральная городская общеобразовательная школа-интернат, городская поликлиника номер 2 учреждения здравоохранения, ПКС «Тепловые сети», ну и другие организации. Поэтому мы надеемся, что это был не последний конкурс. Мы в этом году тоже планируем организовать и провести такой же конкурс. В настоящее время у нас уже создана рабочая группа, которая внесет, может быть, небольшие какие-то изменения в положение, которое было в прошлом году разработано с учетом каких-то нюансов, которые в прошлом году в ходе конкурса мы выявили. Да, и хочу еще обратить внимание, что в конкурсе могут принимать участие организации, у которых нет нарушений трудового законодательства, в частности, нет задолженности по заработной плате, естественно, нет никаких нарушений по охране труда, а также нет задолженности по налоговым платежам. Вот, кстати, сами сотрудники имеют право участвовать в составлении коллективного договора или их просто ставят перед фактом? Вот мы вам придумали то, то и то, вот либо хотите подписывайте, либо не участвуйте. Ну, как я уже сказала, вся процедура прописана в Трудовом кодексе, там подробно, да, как проводятся вот эти коллективные переговоры. То есть проще, конечно, это делается в тех организациях, где есть профсоюзные организации, потому что профсоюзная организация, она представляет интересы работников. А если профсоюзной организации нет, то работники должны определить представителей своего трудового коллектива, которые будут участвовать в этих коллективных переговорах, да. И, естественно, да, они могут предлагать какие-то свои гарантии, которые бы им хотелось получить, а работодатель уже может согласиться с ними, не согласиться, и дальше они уже в ходе переговоров приходят к какому-то согласию. Давайте поговорим об уровне производственного травматизма, как ситуация сейчас по сравнению, может быть, с прошлыми годами. В каких отраслях? Где-то, может быть, стало больше, где-то меньше. Ну, в структуре экономики нашей республики у нас ведущую роль играют промышленные предприятия. Основные ведущие отрасли — это лесопромышленный, горнопромышленный комплекс, электроэнергетика и металлообработка. То есть это отрасли с повышенными профессиональными рисками, да, и с повышенным воздействием производственных факторов на работников. И поэтому у работодателей, да, у руководителей таких организаций, конечно, возникает дополнительная ответственность на создание безопасных условий труда. И в результате вот этой повышенной ответственности работодателей, в результате эффективного взаимодействия работодателей, профсоюзов, правительства республики за последние годы нам удается снижать уровень производственного травматизма, и он уже у нас снижается вот на протяжении более чем 5 лет. У нас постоянная такая вот динамика на снижение количества несчастных случаев. То есть основной показатель производственного травматизма — это численность работников, пострадавших на производстве. Вот за последние 5 лет этот показатель снизился у нас на 30%. То есть с 221 человека, да, пострадавшего на производстве, до 155. То есть в прошлом году вот у нас пострадало в результате несчастных случаев на производстве 155 человек. Это все травмы или тяжелые как-то? Это все. Все вообще. Да, это все, которые регистрируются в соответствии с законодательством. И вот за прошлый именно год, да, вот этот 155 человек, это на 15% ниже, чем в 2022 году. То есть идет постоянная вот такая вот положительная как бы динамика. Но у нас самые тяжелые, летальные все-таки есть еще, случаются? Да, к сожалению, есть и смертельные случаи. И большее, наверное, количество несчастных случаев у нас зарегистрировано в предприятиях, обрабатывающих производств. Но хотя это количество тоже снижается. И не так же у нас снижается и уровень выявляемых профессиональных заболеваний. То есть это тоже положительный момент. И этот показатель у нас тоже, динамика, можно так сказать, положительная, да, так как этот уровень профессионального заболевания тоже снижается. Ну вот а в целом какие меры должны принимать и работодатели, и работники, чтобы не было вот этих нарушений в сфере охраны труда и никаких последствий, соответственно, не было ни для здоровья, ни в плане законодательства нарушения? Ну, безусловно, и работодатели, и работники должны соблюдать вот все те нормы, правила, требования, обязанности, да, о которых мы говорили в самом начале, которые предусмотрены различными нормативными документами. И, как вот я сказала, основной документ — это все-таки Трудовой кодекс, да, в котором 10 глава посвящена как раз всем правилам и нормам охраны труда. И в 2022 году вот этот раздел Трудового кодекса, он был полностью переформатирован, то есть, да, какие-то статьи были изложены в новой редакции, появились новые статьи и дополнения, и требования. И вообще вот в связи с этими снесенными изменениями изменилась немножко концепция к организации охраны труда вообще вот на предприятиях, да, и у нас в стране в целом. То есть теперь государство, оно даёт инструменты, оно разрабатывает общие порядки, методические рекомендации, какие-то примерные положения, а уже вот конкретные правила игры устанавливает каждое предприятие отдельно для себя, да, в зависимости… Всего своей специфики даже. Да, да, в зависимости от уровня производственных факторов, которые есть, и от отрасли, да, в какой осуществляет деятельность предприятие, и от многих других факторов. И поэтому первое, что должны делать работодатели, они должны разработать у себя на предприятии систему управления охраной труда. Они должны разработать такую систему и, соответственно, контролировать исполнение, да, всех тех требований, которые будут этой системой предусмотрены. Они должны постоянно выявлять опасности и профессиональные риски, с которыми может работник столкнуться у них на предприятии. Обязательно должна проводиться специальная оценка условий труда. Она проводится не реже, чем в пять лет, да, на каждом рабочем месте устанавливаются, опять же, опасные и вредные факторы, если они есть. И по результатам вот этой проведенной специальной оценки условий труда работнику могут быть назначены тоже какие-то гарантии. Если он работает во вредных условиях труда, то ему могут быть предоставлены и компенсации, и укороченная там рабочая неделя, и дополнительные отпуска, и досрочное пенсионное обеспечение, да, если такие... И молоко за вредность. Да, если он работает во вредных условиях труда. Конечно же, работодатели должны обязательно обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Они должны проводить обучение сотрудников, инструктажи, стажировки различные. Работодатель должен оплачивать проведение периодических и профилактических медицинских осмотров, да, которые должны проходить работники. И много-много еще требований, которые вот содержатся, как я уже сказала, в различных нормативных документах. Вот. В свою очередь и работники должны соблюдать требования охраны труда. И вот эти все правила, которые прописаны, опять же, в законодательстве, и которые пропишет работодатель, работники также должны выполнять. И обязательно должны использовать и средства индивидуальной защиты, и проходить обучение, и те же стажировки. И обязательно должны предупреждать незамедлительно работодателя, если вдруг они видят, что что-то угрожает здоровью, да, их или их коллег, если что-то случается на производстве, обязательно должны своевременно информировать об этом работодателя. А за чей счет банкет вот эти все мероприятия? Кто их финансирует? Понятно, что все эти расходы осуществляются за счет средств работодателя. Но государство компенсирует частично вот эти расходы, которые несет работодатель. Государство может компенсировать расходы, затраченные работодателем, и на специальную оценку условий труда на проведение, и на приобретение средств индивидуальной защиты, и на проведение обучения, и даже на санаторно-курортное лечение своих сотрудников. Это компенсируется за счет средств социального фонда Российской Федерации. И каждый год эта сумма увеличивается. Вот в этом году на такие компенсации предусмотрено направить 84 миллиона рублей. Это на 17% больше, чем было направлено в 2023 году. Наталья Николаевна, коротенько, напоследок. Какова роль управления труда и занятости в сохранении жизни и здоровья работников? Есть ли рейтинг Карелии на общероссийском уровне? Ну да. У нас ведется постоянная планомерная профилактическая работа по вопросам охраны труда. Мероприятия по улучшению условий охраны труда у нас включены в государственную программу Республики Карелия о содействии занятости населения. А кроме того, у нас в Республике утвержден план совместных действий по улучшению условий охраны труда на рабочих местах, который у нас разработан на период до 2030 года. И это своего рода такая стратегия по реализации мер, направленных на улучшение условий охраны труда. И принимает участие в реализации этого плана действий и Управление труда и занятости Республики Карелия, Министерство здравоохранения и Государственная инспекция труда Республики Карелия, и Государственное учреждение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и потребителей, и, конечно же, объединение профсоюзов, союз профсоюзных организаций и союз работодателей. И все мы вместе совместно реализуем вот этот план действий. И понятно, что основной момент, который мы все вместе должны понимать, это то, что как бы ни работало хорошо правительство, работодатели, профсоюзы и все надзорные органы, пока работник сам не будет понимать о том, что он сам должен соблюдать все эти правила, что он обязательно должен использовать средства индивидуальной защиты, что он должен мыслить. То есть если он будет постоянно думать о своей безопасности, то он и будет совершать действия, именно направленные на обеспечение этой безопасности, на сохранение. Поэтому самая наша главная задача — это информирование работников и о тех несчастных случаях, которые происходят, и об опасности, которая может их подстерегать на производстве в том числе. И поэтому мы размещаем очень огромное количество различных информационных материалов. В прошлом году в различных источниках, в СМИ, в социальных сетях у нас было опубликовано более 200 информационных материалов, посвященных именно вопросам охраны труда. И ежегодно, 28 апреля, отмечается Всемирный день охраны труда. Он был учрежден в память о погибших на производстве. И сейчас мы уже в 13-й раз проводим в апреле, приуроченное к этому дню, неделю охраны труда. То есть вот именно вчера, 22 апреля, у нас стартовала неделя охраны труда, которая будет проводиться целую неделю. Будет проведено очень много мероприятий по всей республике. Это будет порядка 700 мероприятий. То есть они будут проводиться и в предприятиях. То есть это и дополнительные инструктажи, и различные квесты, и выставки, и так далее. И кроме того, эти мероприятия будут проводиться и в образовательных учреждениях, потому что нужно с детства формировать вот это вот сознание. И у нас будут проводиться различные конкурсы рисунков в детских садах и в школах, выставки специальной литературы в библиотеках. То есть большой-большой перечень мероприятий. И основным таким, как бы, самым, наверное, важным и знаковым мероприятием этой недели станет конференция по вопросам охраны труда, которая пройдет 25 апреля в Большом доме, в Зале профсоюзов, в Доме профсоюзов, в которой будут принимать участие более 200 работников. Это специалисты по охране труда, наших ведущих предприятий, ну и других, да, всех предприятий и организаций, у кого есть возможность поучаствовать, где мы рассмотрим, опять же, заслушаем и выступления надзорных органов, которые расскажут, какие несчастные случаи случаются, и что у нас произошло, и что нужно делать, чтобы они не происходили. И ведущие предприятия, в том числе Корейский Акатыш, поделятся своим опытом, какие они меры предпринимают у себя на предприятии, чтобы не допускать вот этих вот несчастных случаев. Поэтому вот так вот мы регулируем вот эти вопросы, да, в республике. И о динамике, положительная динамика у нас есть, то есть уровень производственного травматизма у нас снижается, и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации составляется рейтинг именно по субъектам, по вопросам управления охраной труда. И наша республика, наш субъект уже второй год подряд в этом рейтинге находятся в десятке лидеров по реализации государственной политики, по вопросам охраны труда. Хорошие показатели. Наталья Николаевна, спасибо большое за полезную информацию. Всего доброго. Это была тема дня. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова